Сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные заболевания, на долю которых приходится 75% от общей смертности населения. Профилактика неинфекционных патологий носят без преувеличения государственный характер. Мы все прекрасно знаем, что болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Это, во-первых, выгоднее и для государства с экономической точки зрения, и для человека это тоже намного лучше, чем приобрести заболевание и потом заниматься его лечением. Занимаются профилактикой и в нашем регионе, в специализированных центрах здоровья, расположенных в Курске, Льгове и Железногорске, на базе первой городской больницы. Больница – ровесница города практически, это первая старейшая больница. 600 человек работает в коллективе, 62 тысячи населения 100-тысячного города, то есть две трети. Мы обслуживаем, оказываем медицинскую помощь. Более 10 зданий, 6 достаточно крупных лечебно-диагностических корпусов в составе памятницы. Процент диспансеризации, более 90, для местных медиков – настоящий повод для гордости. Врачи уточняют, дело не в цифре, а в качестве работы. Их задача – выявить не только недуги, но и факторы риска. Мы знаем эти факторы риска, но, наверное, не лишний будет их перечислить. Это и так называемые вредные привычки, то есть это курение, изготовление алкоголем, это нерациональное питание, это избыточная масса тела, это недостаточная физическая активность. А еще повышенный уровень глюкозы в крови, артериальное давление, дислепидемия, около 18 обследований и консультаций специалистов проходит каждый человек во время диспансеризации. И это только первая обязательная очередь. На второй этап переводятся те люди, которым нужно уточнять диагноз. Там еще предусмотрено 15 различных манипуляций, исследований, анализов. То есть достаточно все подробно. Мы проводим биоимпедансметрию, это выявление избыточного веса и ожирения у человека. Это же такой фактор риска развития и сахарного диабета, и артериальной гипертензии. Помимо этого у нас есть кабинет, где будет проводиться исследование сердечно-сосудистой системы, кардиовизор. У нас в настоящее время приобретена новая система кардиовизор. Если старый кардиовизор, значит, с помощью его можно было записывать электрокардиограмму в трех стандартных отведениях, то теперь это будет приравниваться к обычной электрокардиограмме, то есть 12 отведений с грудными отведениями. Обследуют здесь и дыхательную систему. Компьютеризированный спирограф определит объем дыхания, наличие карбоксигемоглобина и окиси углерода в крови. В кабинете окулиста людям старше 35 лет измеряют внутриглазное давление, проводят экспресс-диагностику на первичную глоукому. После того, как человек проходит обследование в Центре здоровья, он идет на прием к терапевту Центра здоровья, где ему выносится заключение по проведенному обследованию, рассказывается, как ему нужно себя вести. Если у него есть какие-то заболевания хронические, рассказывается, как нужно себя вести, чтобы предупредить осложнение этих заболеваний. Если у него нет этих заболеваний, а есть какие-то факторы риска развития этих заболеваний, значит, проводится с ним работа по коррекции этих факторов риска. Надо сказать, что три года, которые прошли с начала диспансеризации, они раскрыли нам глаза на многие вещи, и мне кажется, и люди стали понимать важность этого мероприятия. Женское здоровье – предмет особого внимания врачей. В Железногорске работает ряд программ, реализуемых медиками совместно с органами городской власти. Одна из них направлена на предупреждение рака молочной железы. Каждая женщина может пройти обследование в течение одного дня, как она обратилась к своему терапевту с целью прохождения диспансеризации. То есть в течение одного дня она получает направление, приходит к нам, в этот же день мы ее обследуем, в этот же день делается описание проведенного исследования и передается результат доктору в поликлинику. Один из самых распространенных онкологических процессов в Железногорске с раком груди борется по-особому. Цифровой маммограф увеличивает точности, минимизирует лучевую нагрузку. Рабочее место рентгенолога оснащено телемедицинской связью с российским онкологическим центром имени Блохина, крупнейшим на сегодняшний день. А это значит, что каждый снимок проходит второе чтение ведущими специалистами страны, уточняется каждый диагноз. Пилотный проект РОНЦА, отработанный в первой Железногорской больнице, скоро распространится и в других регионах. Врачи напоминают, каждая женщина после 39 раз в два года должна делать маммографию. Поэтому обследование и включено в программу диспансеризации. В случае выявления патологии, врач рентгенолог, то есть я, передает результаты ее обследования лично доктору, который ведет данную пациентку по диспансерной группе. Назначаются дополнительные обследования, такие как УЗИ молочный желез, прицельная маммография, биопсия, консультация онколога. То есть мы эту женщину отслеживаем до момента постановки окончательного диагноза. Кстати, совсем скоро Центр здоровья переедет в новое отремонтированное помещение. Здесь еще нет мебели, оборудование и пахнет краской, но новоселье уже намечено на март. А значит, железногорцы смогут пройти большинство обследований по одному адресу. О важности профилактики говорят не только в специализированном центре, но и в отделении дневного стационара. Проводится школа здоровья по заболеваниям артериальной гипертензии, сахарному диабету. Кроме этого мы проводим лекции просто с населением, с младшим медперсоналом, проводим учебные занятия. Отделение рассчитано на 20 коек. Помощь здесь оказывают не круглосуточно, но от этого не менее качественно. И врачи, и пациенты говорят, дневной стационар – это удобно и экономически выгодно. Все процедуры сделала, во-первых, квалифицированно, и, пожалуйста, и время есть, и все. Особенно для пенсионеров вообще изумительно. Очень удобно, препараты, по-моему, все есть, что назначения, которые были, все есть. Очень хороший персонал обслуживающий, доктора вообще замечательные. Татьяна Михайловна вообще изумительно колет и в Вену, и куда хочешь. Профилактика – проблема, требующая комплексного решения. Это не секрет. Огромную роль играют информационные компании. Красочные плакаты, буквально кричащие о том, что могут сделать с человеком вредные привычки, разместили в общественном транспорте Железногорска. За полгода смертность городского населения снизилась на 20%. Нам ли удалось, или так это совпало, но это вот так получилось. То есть, все-таки, я думаю, и это давно доказано и не нами, информационная компания играет огромную роль. Ну, мы знаем о рекламе. Реклама чего-то хорошего, якобы полезного. Все, простите, клюют на это дело. Ну, наверное, и медицина достойна такой же рекламы, если мы видим, что это действует. Железногорск – город современный. Подтверждают это и медики. Квалифицированные специалисты, новейшее оборудование. Не нужно ехать в Курск или другие крупные города. Заботиться о своем здоровье можно и в провинции. Надо создавать условия, чтобы люди сами хотели идти на диспансеризацию. А здесь вот то, что я сказал. Это информационная компания. Это создание такого приоритета, чтобы люди не только толсты со здоровья поднимали, чем, как правило, ухудшают его, особенно если много таких толстов, а реально заботились об этом здоровье, ну, тогда, в общем-то, нам всем будет лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова